Всех приветствую на канале Компьютерная Академия. В сегодняшнем видео мы разберемся с интересным смартфоном Blackview A20 Pro. Дешевый полноэкранный смартфон с двойной камерой. В конце июня китайская компания Blackview анонсировала свой новый смартфон. Новинка под названием Blackview A20 Pro представляет собой ультрабюджетное устройство с достойными характеристиками. Blackview A20 Pro оценен производителем в 69 долларов 59 центов. За эту сумму покупатель получает свое распоряжение смартфона с дисплеем соотношением сторон 18 на 9 и двойной основной камерой. Ну а теперь давайте рассмотрим полные характеристики Blackview A20 Pro. Итак, связь поддерживает все виды связи, в том числе 4 желтые. Корпус габариты 146,7 на 70,7 на 9,75 мм. Масса аппарата 183 грамма. Цвета синий, черный, золотой. Симочки, наносимки применяются. Дисплей IPS, мультитач, 16 миллионов цветов. Размер 5,5 дюйма. Разрешение, ну не очень сильно, 1440 на 720 пикселей. Вполне нормально. Соотношение сторон 18 на 9. Платформа операционной системы стоит Android 8.1 Oreo Go Edition. Соответственно, чипсет Mediatek MT6739WA. Это у нас 4 ядра Cortex-A53 с тактовой частотой 1,3 ГГц. Графическое ядро PowerVR GE8100. Соответственно, какая ценовая политика, такой и процессор. Ничего страшного, будет работать. Дальше идем память. Слот для карты памяти имеется в microSD. Внутренняя память 2 гигабайта оперативной, 16 гигабайт встроенной. Ну, самое главное интересное, это камера. Она у нас основная, двойная. Как ни странно, 8 мегапикселей основная камера, плюс 0,3 мегапикселя. Также имеется светодиодная вспышка. Фронталочка стоит у нас 5 мегапикселей. Звук имеется, гнездо 3,5 миллиметра. Все у нас с этим вопросом нормально. Wi-Fi у нас BGN-чик, двухдиапазонные пишут. Wi-Fi Direct, HotSpot, Bluetooth 4.2. GPS понимает, а GPS, GLONASS, Beidou и так далее. USB применяется, microUSB 2.0. Сканер отпечатков пальцев имеется сзади. Датчик приближения, но это понятно. Аккумуляторная батарея на данном аппарате стоит вполне нормальная, 3000 мАч. Это 20 часов работы в режиме прослушивания музыки и до 10 часов интернет-серфинга. Ну, соответственно, цена данного аппарата 69 долларов 59 центов. Ну и в конце нашего видео все-таки надо подвести общую черту. Итак, Blackview A20 Pro это типичный китайский бюджетник и ждать от него слишком многого не стоит. Он облачен в пластиковый корпус, на тыльной стороне которого находится двойная основная камера со вспышкой, а под ним сканер отпечатков пальцев овальной формы. А почти всю фронтальную панель занимает сенсорный дисплей соотношением сторон 18 на 9. Итак, давайте перечислим плюсы данного аппарата. Полноэкранный дизайн. Достойно. Очень доступная цена. Это очень похвально. На борту стоит чистая версия Android. Тоже неплохо. Также имеется поддержка карт памяти microSD и двух сим-карт. Тоже неплохо. Ну и сканер отпечатков пальцев. Это уже должно быть на любом аппарате. Минусы их немного. Слабый процессор, корпус из пластика. Ничего такого страшного в этом аппарате нет. Так что на него можно обратить внимание особенно начинающим юзерам. Вы смотрите канал Компьютерная Академия и нашего партнера сайт mobcompany.info. Сайт о смартфонах и их производителях. Я думаю данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. С нами будет интересно. Компьютерная Академия